За время существования спортивной секции по пауэрлифсингу на Птицеградской тренер высшей категории Виталий Стуков воспитал 20 мастеров спорта России. Успехи пришли не сразу. Первые 7 лет мастеров вообще не было. Но уже в 2002 году тренерская работа стала приносить плоды. Мастера у нас непростые. У нас 8 мастеров спорта выиграли Россию и попадали в сборную страны. Дети мастеров выполняют. Это редчайший случай. Вот сейчас, опять вернемся к этому, Агафошин и Бондасев, одному 18, второму 17 лет, они выполнили эти нормативы. Формула подобного успеха, тренировки, постоянное участие в различного рода соревнованиях. Недавно ребята вернулись со всероссийского турнира «Огне Москвы», где в своих категориях спортсменам показали невиданные успехи. Их результаты превышают нормативы мастер спорта на 40 килограммов. Алексей Агафошин пришел в секцию 4 года назад. Просто захотел привести себя в порядок. Не заметил, как втянулся, и вот он уже 18 лет стал мастером спорта. Признается, что порой приходится очень трудно. И не только на выступлениях, но и на тренировках. Работа в экипировке, намотка бинтов – самое трудное. Это почему? Очень больно терпеть бинты в приседе. Когда просаживать их, колени мотать бинты, их нужно просесть. Заставляешь себя, да, надо идти на тренировку. Пропустишь день, пропустишь два. На третий день результата уже не будет. За спиной Виталия Стокова коллекция кубков командных первенств. Все одинаково дороги и достались в тяжелой борьбе. Командный дух в соревнованиях по пауэр-литингу не срабатывает. Здесь каждый сам за себя. Уже за три недели уже известно примерно, что он покажет. А за неделю последнюю, как в церкви перед Пасхой, голодание. Так вот здесь у нас ничего лишнего, энергия копится. И конкретно выхлестывается на соревнованиях все. В зале силовой подготовки зеркала, плакаты, музыкальные колонки и, собственно, тренажеры. Все это дело рук самих спортсменов и их тренера Виталия Стокова. Ребята постоянно что-то ремонтируют. Тренажеры сделаны своими руками. В подвале есть тренажерный зал, зал для занятия пауэр-литингом. Оборудована тренерская комната. Каждый день ребята съезжаются сюда со всего района, чтобы потренироваться. Именно приезжают. Из местных здесь занимается только Роман Бондасев. Он только что прошел отбор на первенство России на предстоящий чемпионат мира в Праге. Продолжение поездки в Прагу на первенство мира среди юношей. Будем готовиться. Настрой психологический. Постоянно большие веса. Идешь, настраиваешься. Это выматывает. Сам Виталий Стоков никогда не забывает, что он еще и спортсмен. Регулярно выступающий на всевозможных соревнованиях по жиму штанги. Постоянно побеждающий и ставящий рекорды. В этом году, правда, пришлось отложить подготовку к соревнованиям. И все свободное время посвятить юным спортсменам. Но нашей съемочной группе он твердо пообещал, что обязательно вернется к тренировкам в следующем году. Ведь бывших пауэрлифтеров не бывает. Ирина Самойлов, Феликс Дорохов. День города.